Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео у нас пустые баночки фитокосметик за август и сентябрь, за 2 месяца. Первое, что хочу вам показать, это вот такой вот шампунь от фитокосметика. Крапивный, написано, что это эксклюзивная рецептура на основе мыльных орехов. Цена у него была рублей 150, наверное. Я уже, если честно, особо не помню. Сроки годности хорошие, 270 мл. Я его использовала ровно половину и половину использовала как мыло для рук. Почему? Здесь в составе, кстати, указано, что нет здесь содиум лаурид сульфаты в составе. По крайней мере, так написано в составе. На втором месте после воды стоит настой мыльных орехов. Но я не знаю, как оно должно быть вообще все это выглядеть. Но изначально, когда начала пользоваться шампунем, он мне понравился. Потом я поняла, что если им часто пользуешься, я голову мою через день. Он очень сильно подсушивает кожу головы. И изначально перхоть от него ушла, видимо, за то, что промывает хорошо. И потом она также появилась. Видимо, начал подсушивать кожу головы. И очень сильно до скрипа вымывал волосы, что даже не все бальзамы справлялись, чтобы потом сгладить это все и быть. И были волосы мягкие. Мне это перестало нравиться. Перестал нравиться вид волос. И поэтому я решила избавиться от этого шампуня. А так, в принципе, состав неплохой. Если пользовались таким шампунем, напишите, пожалуйста, может быть он вам подошел. Просто мне не подошло. Я как-то его, если честно, особо не оценила. Вообще, мне очень много нравится, что от фитокосметика. Шампунь вот именно крапивный. Поначалу я от него в восторге была. И потом уже как-то не очень. Так, кстати, зачастую бывает с многими продуктами. Второе. Это у нас закончился бальзамчик. Этикеточку сыночек у меня снял. Это он уже допользовал. Я ему дала. Половину использовала я. И чуть меньше половины использовал сын. У него очень сильно высушила губы. У него осенью зачастую такое бывает. И получается, что очень хорошо вот этот бальзамчик работает. Я даже не детский никакой не покупала. Просто дала ему именно вот этот от фитокосметик. Вот я, это мой первый вообще бальзам. И я в него просто влюбилась. Буду, я не знаю, заказывать сайты не очень хочется. Так как там не всегда приходит то, что не все продукты докладывают. Потом приходится ругаться, спориться, чтобы тебе их доложили. Так, в принципе, мне очень понравился. Если не найду никакого другого, то, возможно, сделаю заказ фитокосметик. Именно с бальзамчиками. Может еще что-то. Там новинок очень много выходит. Попробую от них. Бальзам жирный. Он очень хорошо справляется с сухостью губ. Очень редкие бальзамы так справляются. И что для меня, что после него мне не сушит кожу губ. Это тоже очень хорошо. Цена была рублей, наверное, 70-80 за такой бальзамчик. Советую, если вы заказываете именно на сайте фитокосметик, либо, может быть, в фикс-прайсе где-то у кого-то лежит, то обязательно попробуйте. Бальзамчики неплохие. И вообще составы у фитокосметик тоже очень хорошие. Я не знаю, насколько они правдивые, но думаю, что правдивые. Но бывают даже в дорогие продукты. Вот, например, на основе мыльных орехов. Это мыльного дерева, наверное. Есть шампуни, но они стоят по 1000 рублей. А дешевых шампуней я вот первые встретила именно на основе мыльных орехов, а не сульфатов. Я всегда думала, что это дорогой, наверное, продукт. Но не знаю, насколько это правда. Если вы что-то знаете, конечно, пишите. Буду читать. Закончились густые сливки. Я их уже доделывала даже не после загара, просто так уже использовала, как крем для тела. Очень густые сливки, честно скажу. Нужно небольшое количество. Разносится хорошо, питает кожу хорошо, особенно после загара. Это вообще шикарно. Единственное, у них аромат мне не очень нравится. А, в принципе, сам по себе продукт понравился. Он мне приходил в подарок. Здесь 50 мл. Неплохой. Мне два набора таких в подарок приходило, когда я заказывала. Поэтому для того, что он бесплатный, вообще супер классный. Закончилась вот такая вот акне контроль маска. Здесь белая глина, экстракт лаванды, еще что-то я именно в этом месте оторвала. Глубоко очищает кожу, устраняет прыщи, сужает поры, выводит токсины, выравнивает цвет, тон лица, омолаживает и тонизирует кожу. Мне кажется, это все неправда, кроме того, что тонизирует, может быть, немножко увлажняет. Эти маски мне вообще не понравились. Они не стоят своих денег нисколечки. Во-первых, здесь лекало, я не знаю, на какое огромное лицо сделано. Там просто огромные глаза. Мне можно завернуться в эту маску. Вот. И, во-вторых, если ее не смывать, стягивает лицо. Мне этот эффект тоже не понравился, поэтому пользуюсь и обязательно смываю с лица остатки то, что остается. Если не смываешь, мне начинает стягивать лицо, поэтому больше покупать не буду. Я не знаю, почему не стоит по 90 рублей. Закончился, ну как закончился, был пробник от краски, остался здесь 15 мл бальзама. Очень вкусный аромат. Я не знаю, есть ли у них такие бальзамы вообще в полноразмерной версии, но мне очень понравился этот бальзамчик. Неплохой, очень хорошо увлажняет волосы. Очень вкусный аромат, просто вкусный. Такой необычный даже, наверное, я бы сказала, для фитокосметик. Ну, неплохой краска. Кстати, мне не понравилось. Не берите краску от фитокосметик. Ужасная краска. Закончилось. Вот такие вот водорослевые средства от целлюлита. Я не знаю, насколько борются с целлюлитами или нет, но очень приятный такой концентрат написано. Здесь у нас 250 мл на одно применение. 100 с чем-то рублей, 120 рублей. Стоит, ну, проще, можно купить, наверное, соль какую-нибудь, рублей за 100 в экспрессии и пользоваться. Здесь просто окрашивают воду с пеной, да. Пенится немножко. Ну, такое маслянистое, наверное. Когда встаешь, прям чувствуется, что кожу обволокло немножко маслянистым таким. Больше никакого, ну, приятный аромат и все. Больше прям вот так, что куплю еще, такого нет. Еще одна маска Акне Контроль. Я их в свое время не поскупилась. Купила сразу же по 3 или по 4 штуки. Поэтому вы еще их увидите не один раз. Эта маска у нас увлажняет на клеточном уровне, активизирует выработку коллагена, корректирует контур лица, устраняет прыщи и воспаление. Ничего не устраняют, никакие прыщи, никакие воспаления. Это все ерунда. То же самое, смываю эту маску. Само лекало ужасное, очень огромное и подсушивает немножко кожу лица. Точнее, стягивает. Еще, кстати, одну нашла. Так, вот сюда вот ее уберем. Закончилась вот такая вот маска Гиалурон. Быстрая помощь для обезвоженной кожи лица. Использовала ее, если честно, с огромным трудом, наверное. Но решила все-таки добить. Почему мне она не очень понравилась? Она вроде бы ничего такого плохого не делает. На вид она, на запах, на аромат очень приятно. Но когда ее смываешь просто обычной водой, такое впечатление, что вы на лицо намазали какое-то сало. И оно не смывается. Вот бывает, если руки попадут в какое-то сало, да, и вы пытаетесь смыть, и с него вода так стекает, и руки такие маслянистые. Вот с кожей происходит все то же самое. Возможно, это нормально для маски, но я не очень люблю такое, поэтому мне приходилось после использовать пенку. Я обычно люблю, чтобы кожа просто оставалась улажненная, никаких пленок, никаких масляных текстур на лице. Возможно, этими масками нужно пользоваться немножко по-другому. Наносить и убирать ватным диском, не смывать, и оставлять уже как уход, без крема, безо всего. Возможно, так оно будет намного лучше работать. Но я так не стала использовать, я ее добила и избавилась. Закончилась моя любимая сыворотка с витамином С. Покупала ее в фикс-прайсе. Цена 99 рублей. Здесь 30 мл. Она такого оранжевого цвета была. Жидковатая. Очень вкусно пахнет мандаринками. Очень хорошо увлажняет кожу лица. Немножечко даже, я бы сказала, она не осветляет, а немножечко какой-то ее более упругой что ли делает. Я не знаю, сколько у меня их закончилось. Наверное, штуки 3. 3 или даже вот эта вот четвертая по счету. Сейчас сделаю небольшой перерыв. У меня там еще одна такая же есть и еще одну такую же добью. Не знаю, буду покупать еще или нет. В принципе, они мне понравились. Если пойду в фикс-прайс, возможно, куплю. Сейчас хочется потестировать что-то другое, новенькое. Вроде бы я от них уже поустала. Мне кажется, уже кожа к ним привыкла и уже не вижу такого эффекта, как в начале. А так, в принципе, сыворотка очень хорошая. Всем советую. Обязательно попробуйте. Думаю, вам тоже очень понравится. Кому я советовала, клиенткам своим. Они все сходили, купили. И я от них слышала только положительные отзывы. И закончились у меня три вот такие вот маски. Они шли мне тоже в подарок. Ну, в подарок, да, по одному рублю они мне вышли. Вот такая вот маска. Это маска «Тотальное восстановление». Так. Сейчас вам скажу, какая мне больше. Наверное, мне вот эта вот больше понравилась. Да, вот это вот самая лучшая маска, которая была именно вот из фитокосметики. Из этих четырех штук, которые приходили мне в подарок. Я бы даже сказала, наверное, не знаю даже еще с чем сравнить. Но могу сравнить с корейскими, наверное, масками. Очень хорошо работает. Волосы очень классно блестят от нее. Очень хорошо расчесываются. Такие прям послушные, гладенькие. Очень понравилась эта маска. Цена у них около 100 рублей за такую штучку. Здесь 30 мл. Можно, конечно, на 2-3 раза растянуть. Но я использовала за один раз. Потому что 30 мл. У меня волосы длинные. Мне бы хватило тогда на полтора раза. Здесь смысла не вижу. Поэтому на один раз использовала. Вот эту маску советую. Может быть, в полноразмерке где-то можно купить. Хотя она вряд ли. Но для одного применения 100 рублей, мне кажется, это дороговато. И вот такая маска. Турбо объем с эффектом термозащиты. Тоже, в принципе, неплохая маска. Очень хорошо напитала волосы. Они тоже были очень легко расчесывались. Все было нормально. Вот эта маска мне более-менее понравилась, чем если выбирать вот из этих. Вот это вот на первом месте. У меня еще другая была. Она в других пустых баночках была. Там мне совершенно не понравилась. Ну, как не понравилась? Обычная маска. И вот это вот. Вот это. И вот это. Они более-таки, наверное, обычные такие маски. Которые можно купить у фитокосметик в ведерках. И будет тоже одинаковый эффект. Нету смысла тратить такие деньги. Ну, и вообще, когда дают в подарок, лучше брать в подарок. Не покупать за свои деньги. Потому что... Я, кстати, сейчас покажу. Здесь вот эта коробочка. И вот в этой вот коробочке находится вот такая вот. Вот такая сашеточка. И я думаю, что все, что с шиповником, мне очень нравится. Наверное, моим волосам подходит больше с шиповником. На этом мои пустые баночки от фитокосметик закончились. Если вам было интересно, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok